доброе утро ребятушки и я на пробке вчера вы наверное так и не поняли кто же ко мне приходил в гости расскажу 20 лет назад я начала работать в пиццерии и роберта у нас был наш начальник за это время через пиццерию прошли все мои знакомые все мои друзья я в том числе я в то время работала в кооперативе кооперативы это такое дело знаете возгоняли по всему городу чтобы вы два часа где-то себе заработали кусочек съем если в крайне нет воды поверни туда-сюда так вот работая в этом кооперативе я попала в пиццерию познакомилась с роберту и что же он мне вчера предоставляла спалим бульон если в раненый воды поверни туда-сюда что же он мне вчера кроме кофе кофе это был экологически чистый без консервантов без всяких добавок кофе был неплохой но ребята у меня есть своя кофе-машина естественно ты у них покупаешь только капсулы машина тебе дается бесплатно бесплатное приложение за капсулами тебе никуда не надо ходить ездить тебе их привозят на дом то что ты заказываешь но первая покупка должна была быть это на 150 евро этих капсул а потом ты можешь хоть хоть раз в год покупать хоть вообще не покупать но очень неважно потом он мне предоставил санификация помещений это интересное дело говорит один ресторан в генуе купил вот эту вот санификацию стоит пять фильтров этот аппарат засасывает воздух пять фильтров этот воздух очищают и мы в этот период можем работать без масок клиенты могут заходить без масок короче никаких вирусов антиковит анти в общем антивирус вот кто-то пожаловался из клиентов естественно пришла проверка проверили все сертификаты и ни к чему придраться невозможно было то есть работает ну работает но если зона оранжевая или красная рестораны закрыты как бы этот фильтр не работал ресторан все равно остается закрытым понимаете закон есть закон поэтому на 200 метров такой очиститель воздуха стоит 4700 евро скажите это очень дорого до жизнь важнее в общем непонятно что важнее что дороже сейчас кучу всего на придумывали потом вложить это в действие я сразу знаете как левым бортом подумала может мои хозяева с парка и решили закупить но у нас конечно заведение маленькое ну люди то в основном собираются на улице покушать поэтому если на улице нельзя потому что столики все равно где-то как-то люди между собой передвигаются перемещаются маску снимаешь ты в контакте в общем в общем все это ерунда я конечно фабио скажу что есть такое дело но дело нет я думаю потратить 5000 евро в данный момент не каждый сможет потом он мне предоставил матрас матрас который имеет всем новых технологий 7 технологий мы хотели вчера включить видео но вы бы ничего не поняли я бы ничего не прослушала потому что робби тарахтит как заводная машина тата 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 его переслушать невозможно плюс он такой эмоциональный он такой понимаете он ответственный по персоналу он научен разговаривать хорошо и он когда работает он всего 10 дней работает в этой компании вот то есть он еще сами по книжкам и туда-сюда ну в общем рассказывал мне так вот этот матрас он тебе показывает если ты спишь головой не туда куда надо этот матрас тебя регулирует полюсность то есть ставить ноги на место голову на место мозги на место отключает у тебя все вот эти вот болевые синдромы снимает с тебя статистическое напряжение шон там еще делает ну короче ты даже можешь делать магнитотерапию брать на прокат в аптеке какую-то фигню подключать к этому матрасу и у тебя будет знаете как санаторий дома короче там всяких вот этих вот всего прелестей потом берешь вилку ложишь вдавливаешь в обычный матрас и это вилка отталкивается ты вдавливаешь этот я попробовала на своем матрасе у меня вилка плавно всплывала то есть у меня матрас мой memory который стоит дешево и имеет те же функции то есть спина у тебя каждая вертебра то есть каждый на итальянском языке до каждый позвоночник лежит на своем расстоянии не никуда не двигается в общем ребята продукция очень дорогая сколько стоит двухспальный матрас стоит три три тысячи семьсот или три тысячи девять три тысячи девятьсот евро нормально а я говорю а сколько стоит одинарный матрас тоже около трех тысяч евро пойму ему две семьсот особого смысла но говорит ну ты же готова потратить на себя родную там евро двадцать в день вот горит возьми эти деньги разбей на по 50 евро в месяц и будешь потихоньку платить нет ребята кредиты это это не то что нам надо в данный момент поэтому никаких покупок никаких вытрат затрат не то время а если время придет если мы станем такие знаете супер богатые супер навороченные что у нас там в бассейне рыбки плавают вместе с нами ножки нам подъедают да тогда можно подумать и о хорошем матрасе и хорошей жизни пока просто времени нет мы все время на работе даже поспать толком так что сегодня готовим ризотто к с вами тарахтела чуть зажарка не сгорела так ставлю я себе бульончик такой не соли не перца вообще ничего морковка и сельдерей пусть варятся не на луковицу конечно добавлю ее же почистить сейчас добавлю еще один лук ребята как только пришла на кухню это было уже года четыре назад для меня приготовление рыбы это было что-то такое знаете уму не промпомрачимая во первых я не знала сорта рыбы итальянские этот самый такой простой филе тилапии говорят что она не очень полезная потому что ее выращивают искусственным путем в каких-то там заброшенных озерах в общем непонятно но и тем не менее она вы знаете похоже на речную рыбу вкусная так вот заморачиваться с рыбой вообще не вчера у меня было полигурийский сегодня я насыпала своих оливок помните какие это уже последние очень вкусные оливки получились они постояли вот сельдерейчик морковочка острый перчик масло напитались этим всем дело все посыпала чесноком чуть-чуть присолила эмульсией залила лимонные соки и масло все 190 градусов 15-16 минут ну максимум 20 рыба у вас вы едите так что у вас аж за ушами трещит мне вчера на мою печенку после того как поели люди встали начали аплодировать мне стало стыдно не я понимаю что они мои друзья одну как мои клиенты постоянные но чтобы аплодировали стоя этого еще не видела так что вчера вот такое вот было может потому что 8 марта вот между прочим сегодняшний ризотто можно было приготовить с такой вот сальсичи некоторые спрашивают причем часто задаваемый вопрос как я рассчитываю блюдо ребята очень просто рыбное филе одна штука сколько пану не весело у меня есть пропорция от 120 до 160 170 граммов кто-то просит 2 ну дам 2 закрою глаза дам 2 вот это сальсича их надо дать ну где-то пять кусочка вот смотрите раз два три 4 5 естественно она чуть-чуть жарится и с картошкой с ручком под низу если я смотрю что мало ну по человеку видно он есть больше чуть чуть больше добавлю никто не жалуется поймите меню 10 евро это вообще это редкость уже в городе что это и первое второе и пол литра воды так что у нас раньше еще и кофе входило сейчас уже мы кофе убрали вот если бы с этой сальсичей приготовили ризотто это бы было финна дель мондо как говорят итальянцы а еще сальсича с полентой он ребята очень вкусно сама люблю грешно но уже не тот сезон когда сильно холодно тогда да вот когда становится теплее тогда вот в таком виде колбаски выходи ты у нас сегодня первым как он такой протвенек ничего не очень маленький не нормальный успели посчитать колбаски не кто не успел то то поздал ризотто я конечно могла сделать рецепт попроще так бульон но мы легких путей не ищем поэтому делаю рецепт более пока поджариваю так немного можно было безумно делать только рис руки не и креветочки если бы я готовила такой быстрый рецепт я бы уже поставила в кастрюлю с маслом и поджарила приз натерла кабачков на терочке без серединок там где нет косточки у меня кабачки очень молодые поэтому здесь бы пошел весь кабачок сейчас вам покажу какой замечательный кабачок но когда образовываются семена вы знаете это уже не вкусно поэтому я свои кабачки буду нарезать а можно было поджарить рис наливать туда бульона и добавлять тертых кабачков и за 3-4 минуты до готовности бросить креветки и вот это был весь ризотто по концу добавить рецепт пармезан соль перец естественно по вкусу и ваш рецепт готов мой рецепт будет более тягомотный я люблю повеселиться и вас порадовать поэтому сейчас нарезаю себе кабачки такими неопределенными маленькими кусочками четвертушечками видно да нарезаю все что у меня есть 3 секунды килограмм тюкини кабачков молоденьких пакиссонов что у вас сейчас вырастет на огороде испариться лишнего и она вам не нужно бульон не солила не перчила не сахарила вот как сварила пусть стоит а это пусть тушится солить будем все потом, солить и перчить у меня прошло минутки 3 наверное а я бегаю туда-сюда особо их переваривать не надо теперь я имею право это посолить в общем мы испарили лишнюю влагу поперчить смотрите что я сейчас сделаю я сюда добавлю немножко сливок это все равно как сливочное масло в рис вот сливочки сюда где-то пол стакана где-то пол стакана и еще чуток притушу минут ну 4-5 немножко немножко чуть-чуть чуть-чуть сливочек вот так отлично видно так что мы тут три минутки прошло отлично сливочки немножко запустели берем мою креветку естественно без юшечки добавляю приличненько так выключаю только креветку прогреваю не варю потому что у меня уже готовая у вас свежая не более трех минут будет у вас желательная резинка ребята у меня тут килограмм но я возьму полкилограмм половину своей пачечки половинку отдам на бутерброды на сэндвич замешиваем можно добавить немножко сухого чеснока но сейчас оно постоит я попробую если мне вкус понравится не буду чеснок добавлять если буду видеть что чего-то где-то не хватает ну такое бывает понимаете сразу чувствуется соус чего-то не хватает тогда немножко сколы чеснока красиво да людей сегодня в терминале вообще нет здесь здесь сливочное масло расплавляем можно делать на растительном масле так как у нас уже в рецепте заявлено сливочное то есть сливки поэтому сливочное масло и сливки это одно и то же да будем так считать сейчас масло только расплавится полтора килограмма риса хотела бы больше не получилось рис закончился ну то есть у нас килограмм цукини полкилограмма креветок полтора на полтора супер норма на глаз растворили масло огонь большой ребята и прожариваем рис у меня он большой но не очень у меня такой огонь всем огням огонь белое сухое вино логушки мои с собаками можно добавлять можно не добавлять у меня закончилась белая столовая ну придется пользоваться тем которые даем клиентам знаете сколько у нас такое вино стоит здесь всего стакан вина 250 и так чуть-чуть обдаем наш рис вот такой он становится красивый прозрачный слышно? духовка шумит видишь извините тут же все вместе там же сосиска с картошкой картошка ну в общем все подряд все как всегда на моей кухне папа из мамы и мамы все остальное есть сейчас только наш рис ах вот такой запах от риса идет приятный сливочный только он начнет чуть-чуть еще становиться более прозрачным я его залю вину если вы хотите более сладкий вкус этого блюда вино не добавлять вам вот этой заправочки будет достаточно я хочу результат на лицо буквально две минуты чтобы передвигаться на бурую комфортку там могу не просто больше две минутки прошло пол стакана вина недостаточно пол стакана вина сейчас алкоголь выпарится и останется только слабенькая слабенькая кислинка берем большую ложку отлично и добавляем белье покрываем рис и уменьшаем огонь ну а теперь просто следим по мере выкипания воды естественно добавляем белье пока еще не солила не перчила но помните что соус уже совершенно готов посоленный поперченный аппетитный можно петрушку добавить но я не буду в этот рис итальянцы многие добавляют сыр пармезан многие нет потому что рыбные блюда в италии вы знаете практически без без сыра наши итальянцы они уже модернизировались уже очень многие едят рыбные блюда с сыром это все зависит от региона где мы находимся да и вообще вода испаряется очень быстро следим добавляем надо минут семь потом он дойдет рис можно всегда попробовать твердый как камень смотрите как наш рис растет на глазах и он уже становится таким кремовым красивым пахнет сливочным маслом сейчас только рис перестанет быть твердым таким что его прямо на зуб не раскусишь но останется довольно таки плотным все прекращаем процесс варки возможно даже сейчас да добавляем соль перчик опять моя камера от меня хочет выключаем хорошенько размешиваю и добавляю сюда наш готовый соус и до обеда я за это делаю забываю что у меня будет на плите у меня будет стоять это большая кастрюля с рисом будет стоять рядом бульон и будет стоять вот эта сковородка и приходит клиент я бросаю пару ложек риса на сковородку немножко бульона на разогрев и в тарелочку подача готова кому нужен пармезан добавляем кому не нужен отправляем все ребята ризотто готов сейчас я вам покажу вид сверху вид сбоку вид фас и кофе поверьте что это очень вкусно смотрите какой кремообразный вот такой он должен быть и в тарелке и когда добавляете пармезан естественно он у меня не дошедший до кондиции еще ему минут пять не хватает постоять но поверьте ребята это такая вкусно тема пошел мой дракончик пошел зашевелился проснулся балбесик позвала своего бариста говорю али как ты считаешь на вкус он попробовал говорит идеально у меня томатик кипит можно было ложку томата добавить был бы розовый рис тоже было бы вкусно опс пошел дурачиться опс додик на наше счастье дедушка пришел у меня выключен свет плохо видно но вот этот крем рисовый что дедушка взял рыбку видите какая красивая супа насыпала для его жены и ризотто и у Вы думаете, мне ризотто досталось? Броду мне досталось. Пейлилёк не хочу.